Называется «Бегар» на горе Синай. Начинаем главу «Бегар». И говорил Бог, обращаясь к Маше на горе Синай так. Говори с сынами Израиля и скажи им, когда придете в страну, которую я даю вам, земля должна покоиться в субботу Бога. 6 лет засевает поле твое, и 6 лет обрезай виноградник твой, и собирай плоды ее земли. А в седьмой год суббота покоя будет для земли. Суббота Богу поле твое не засевай, и виноградника твое не обрезай. То, что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и винограда сохранявшихся лодства их не снимай. Год покоя будет для земли, и будет суббота земли во в пищу. Тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя, и скоту твоему, и зверям твоим, которые на земле твои, будет весь урожай ее в пищу. Это называется год шмиты. Вот сейчас, 5782 год, это год шмиты. То есть, не засеваем, не собираем товарный урожай, и продаем товарный урожай. Само то, что выросло, можем брать себе, есть, но продавать не можем, вот так. И это не просто, допустим, купить урожай этого седьмого года, то, что само выросло, взять его и есть, то нельзя просто выбрасывать остатки этой еды в мусор, потому что это все священные продукты, фрукты эти все. И тогда надо их отложить, какой-то кулек положить, пока не из нее, тогда можно выбросить. Это вообще непростые законы. И лучше покупать продукты, находить иностранные, но не то, что выросло в земле Израиля. Я считаю себе семь субботних лет. Семь раз по семи лет. И выйдет у тебя времени семи этих субботних лет в сорок девять лет. То есть не просто отсчитай в сорок девять лет, а именно по семь. И когда мы считаем счет омера, допустим, сегодня у нас тридцатый день омера, мы говорим, что сегодня четыре недели и два дня после принесения омеры. Каждый день мы их добавляем. Обязательно недели тоже учитываются. Вот каждый седьмой год все рабы должны быть свободны. Мы отдыхаем, земля отдыхает. И Всевышний говорит, что урожай получите на три года, на шестой год, на седьмой год и на восьмой, чтобы могли еще и засеять. И трубим шафар в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день искупления трубим шафар по всей стране вашей. Мы же обычно трубим шафар в Рош-Хашана. Он и называется День трубных звуков. Напоминание о том, что Всевышний дал нам Тору на Гарисиной, был звук шафара, и это нас поблуждает к раскаянию. Но здесь интересно, что эти события описаны в емке Пур. То есть трубить надо в емке Пур. Мало того, что мы трубим в 50-й год, как обычно, Рошана, так еще и также такие же трубления у нас идут в емке Пур. Интересно, Мишна говорит, что для трубления в емке Пур нужно взять рог из горного козла. Но мудрецы подумали, сказали, что достаточно все равно выполнить эту заповедь рогом обычного барана, потому что козлов не так-то просто этих горных найти, чтобы всем хватило. Желающим, в общем, достаточно обычного шафара. И осветите 50-й год и обвите свободу на земле всем жителям ее. Юбилеем будет это у вас. И возвратитесь каждого владения свое, и каждое к семейству своему возвратитесь. Если мы говорим о ходе Шмиты, о седьмом годе, то тогда человек, который находится в рабстве, допустим, еврей попал в рабство, потому что воровал, а теперь ему тут хорошо, потому что ему надо воровать, на всем готовом живешь, работаешь, мало того, что у тебя была одна жена, так тебе Всевышний еще так разрешил хозяину дать еще и гнанейскую рабыню, то у тебя уже две жены, и у тебя уже детей много, и та родила тебе, и так на ней есть карабыня, и тебя хорошо, и хозяина ты любишь, и что тебе уходить? Человек говорит, не хочу уходить, тогда суд говорит, что ему напрокнуть ухом в сторону косяка двери, в общем, он остается на веки, на веки это до 50-го года. 50-й год хочет он, или хозяин хочет, это уже закон Торы, он вылетит на свободу по-любому, ну вот так вот. Потому что мы рабы только у Всевышнего, и если он сказал 50-й год, выходят все, значит, выходят все. Юбилеем будет у вас этот 50-й год, не сейте, не жмите того, что само вырастет на земле, и не снимайте винограда, сохранявшийся лоз, мамилоз. И если так посчитать, это 49-й год он будет, завершение 7-го цикла, то есть, получается, в него нельзя ни сеять, ни жать, и 50-й, и тогда Всевышний даст урожай на 4 года, даст на 48-й, 49-й, 50-й, еще и 51-й, чтобы засеять на 4 года. Вот так. Интересно, что Аравийский Зильберг в своей книге «Беседы о Торе», он пишет, что люди, которые в современном Израиле соблюдают год Шмидты, то у них действительно урожай намного больше, чем обычно. То есть, если там, допустим, 600 килограмм с гектара, то получается 2000 килограмм в этот год. И так и работает. Так он интересно рассказывал. «Не сейте, не жните того, чтобы он вырастет на земле, не снимайте винограда с сохранявшейся вами лоз, ибо это юбилей священным будет он для вас. С поля ешьте плоды его». Мы сможем есть, но товарный урожай снять не можем, продать не можем. В этот юбилейный год возвратитесь каждое во владение свое. Если будете продавать что-либо ближнему своему или покупать что-либо у ближнего своего, не обманывайте друг друга. По числу лет, прошедших после юбилея, покупаю ближнего своего, и по числу лет урожая он должен продавать тебе. Чем больше будет этих лет, тем больше назначишь ему цену. Чем меньше этих лет, тем меньше назначишь ему цену, ибо число жатв продает он тебе. И не обманывайте друг друга, и бойся сильного твоего, ибо Бог сильный ваш». Ситуация такая, что человек из ведущей в Торе, он хочет купить поле, закон он не знает это, и ему хозяин говорит, да, продал, цену, добавили, сдал деньги, а потом наступил 50-й год хозяина, говорит, что это же мое поле, все, ты купил, вот юбилейный год обязан отдать, и получается, если пойти в суд, то действительно он должен вернуть, но это же будет обман, потому что Всевышний предписал продавать количество жатв, никакого поля человек продать не может, он как, просто продает жатвы, вот сколько жатв осталось, три жатвы осталось до юбилейного года, берешь деньги за три жатвы, 2020, сколько осталось, столько денег обязан взять, не можешь обмануть, исполняйте же установление мои законы мои, соблюдайте, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, мы это выполнять будем жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, будете есть досы, будете жить спокойно на ней, а если скажете, что же будем есть седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего, то знайте, я пошлю вам благоволение в шестой год, и он доставит урожай на три года, и будете сеять восьмой год, но есть будете из урожаев старых до девятого года, до появления его урожая будете есть старая, и земля не может быть продана навеки, ибо моя земля, вы же пришельцы и поселевцы у меня, во всей стране владения вашего, дозволяйте выкуп земли, то есть Всевышний показывает, что земля ему принадлежит, и как бы мы не хотели овладеть ей навсегда, это не будет, все вернется все равно, и если обеднеет брат твой и продать часть владения своего, то пусть придет его близкий родственник и выкупит проданное братом его, а если некому за него выкупить, но сам он будет иметь достаток и найдет сколько нужно на выкуп, то пусть исчиснет годы, прошедшие со времени продажи своей, и возвратит излишек тому, кому он продал, и вступит опять в владение свое, то есть человек вынужден продать свое владение, поле у него свое есть, ему нужно рассчитаться с долгами, в общем, тяжелая ситуация, он продал, но Тора говорит, как только появится у него средство выкупить назад, просто посчитать те годы, которые он уже платил тот хозяин, в общем, надо отнять от суммы этого договора, и человек заберет назад свое поле, это не дом в городе окруженном сеной, что если год прошел, то уже он останется, вот его человек, кто купил, назад вернуть нельзя, в данном случае поле возвращается, как только найдет человек средства, чтобы его выкупить, если же не будет у него достатка столько, сколько нужно возвратить, то проданное им останется в рукав купившего до юбилейного года, а в юбилейный год отойдет оно, и он опять вступит во владение свое, больше, чем на 49 лет он не может продать свое поле, так, весь расчет до юбилейного года, и там много нюансов, и надо посчитать, сколько там угодов шмиты будет, в общем, для этого есть суд, есть раввины, которые помогут составить договор, это в общем непростое дело, а если кто-либо продаж жилой дом в городе окруженном стеной, то выкупить его разрешается до истечения года от продажи его, год сохраняется право выкупа его, если же не будет он выкуплен до истечения целого года, то дом в городе окруженном стеной останется навсегда у купившего его, для всех поколений его, и не отойдет в юбилей, а дома в селениях не окруженных стеной следует считать наравне с полем земли, их можно выкупать и в юбилей они отходят к прежнему владельцу, а что до городов левитов, то дома в городах владения их всегда можно выкупать левитам, если и из левитов кто-нибудь выкупит, то проданный дом в городе владения их отойдет в юбилей, ибо дома в городах левитов составляют их владения среди сынов Израиля, а угодья при городах их нельзя продавать, ибо это вечное владение их, то есть города левитов у нас таких 48, совсем другие законы, все равно в юбилей вернется назад, а если это обычный город, не левитский, то тогда уже купил, если человек назад через год не выкупил, в течение года, то все, тогда уже продал навсегда. Если обеднеет брат твой и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришелец ли он или поселенец, и будет он жить с тобой. Не бери с него проценты и роста, и бойся всесильного твоего, чтобы жил брат твой с тобой. Себра своего не давай ему проценты, и зарихвуй не отдавай ему хлеба твоего, я бог всесильный ваш, который вывел от страны египетской, чтобы дать вам страну кнаан, чтобы быть вам богом всесильным. Помощь ближнему Всевышний говорит, чтобы на этом не нажиться. Ни в коем случае ты получишь браху от всесильного. А это еще важнее. А человек сколько потратил на него, столько он тебе вернет. А если обеднеет брат твой у тебя и продан будет тебе, не порабощая его работой рабской, как наемник, как поселенец будет он у тебя, до юбилейного года пусть работает у тебя, а тогда отойдет от тебя он сам, и сновья его с ним, и возвратится к семейству своему, и во владение отцов своих вступит опять. потому, потому что они мои рабы, которые выявили страны египетской. Нельзя их продавать, как продают рабов. Не властвуй над ними жестокостью и большего сильного твоего. А твой раб и рабыня твоя, для того, чтобы они были своими у народов, которые вокруг вас, у них покупайте раба и рабыню. А также и из детей поселенцев, проживающих у вас, у них можете покупать из семьи их, которая у вас, из тех, что они родили в стране вашей, и они могут быть вашей собственностью. И можете передавать их наследство с основьям вашим после себя, чтобы они наследовали их как наследие. Навсегда можете порабощать их, а над братьями вашими сынами Израиля никто да не властвует над братом твоим жестокостью. Если пришелец или поселенец твой достигнет достатка у тебя, а брат твой беднеет перед ним, и продан будет поселенцу у тебя или отселившемуся из семьи пришельца, то после продажи следует выкупить его. Один из братьев должен выкупить его. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родных его, из семейства его, должен выкупить его. Или если будет иметь он достаток, пусть выкупит себя сам. и рассчитается он скупившим его за все время от того года, когда он продал себя ему, до года юбилейного, и серебро, за которое он продал себя, разложено будет на число лет, считая его пребывание у него как срок наемника. Если еще много этих лет осталось до юбилейного года, то по мере их истечения должен возвращать выкуп за себя серебро, за которое был куплен. Если же мало осталось лет до юбилейного года, то пусть засчитает он это ему, по мере этих лет, возвращает выкуп за себя. Как наемник он должен быть у него во все годы, да не властвует тот над ним жестокостью на глазах у тебя. А если же он не выкупится, таким образом, то в юбилейный год отойдет сам и дети его с ним. Ибо мне рабы сына Израиля, они мои рабы, которых я вывел из страны египетской, я бог все сильный ваш. В общем, выкупать своего брата, очень здесь важная заповедь, и отношение к еврейскому рабу, то есть если человек сам пьет крепкое вино, старое вино, не может дать рабу молодое вино, если он ест белый хлеб, он не может дать рабу черный хлеб, если он спит на перине, он не может раба поселить на соломе, то есть как себе, так и к нему должен относиться, и на шмутрию это он чуть ли не получается, вроде берете раба, относиться к нему как хозяин, то есть это большая митва взять раба на таких условиях, надо еще содержать его семью, в общем это все непросто. не делайте себе идолов и кумира, и столба не ставьте у себя, и камня с изображениями не ставьте в стране вашей, чтобы поклоняться на нем, ибо я бог всесильный ваш, субботы соблюдайте и перецвятилище мы благоговейте я бог то есть субботы особо всевышний уделяет много раз на этом глава бигар заканчивается кто хочет что-нибудь рассказать спросить не стесняйтесь пожалуйста читаем читаем Хафицхайм Хафицхайм любите делать добро ежедневные уроки в умении давать уроки Рава Фишля Шехтера Пагнец Хафицхайм Агават Хесад перевел на русский язык Даля Спинадель день девятнадцатый девятнадцатая Тишля девятнадцатая Ниссана Агават Хесад раздел 2 глава 6 бесконечное богатство сегодня найду какое-то доброе дело которое приведет в действие позитивные силы обычно человек не думает о себе как о мировом лидере способно менять судьбу мира каждым своим поступком большинство людей озабочено тем как бы удержать в порядке маленький уголок мира в котором находятся но Хафицхай убеждает каждого еврея пересмотреть это отношение и осознать что каждым поступком и отказом от него он приводит в действие силы влияющие на сотни если не на тысячи жизней например человек на грани банкротства друг способен помочь ему восстановить бизнес но взвешивает дать суду или тогда может потерять деньги или пусть тот сам ищет выход из положения наконец решает рискнуть и помочь и что тогда бизнес выживает 150 работников продолжает получать зарплату спасены от печальной необходимости сообщить дома что уволен иногда потеря работы вызывает семьях кризис и его последствия не проходят один из работников собирался приобрести дом чтобы переселиться с семьей в безопасный чистый район где его дети получат хорошее образование и теперь может это сделать другой работник нанял помощницу для престарелой матери в ресторан на другой стороне улицы продолжают в обеденный пиры приходить клиенты как и в газетный киоск и в бакалею и продавцу конфет и за все это получит награду друг который дал в долг как и за все последующие результаты которые невозможно исчислить и решение не помочь также повлечет многочисленные последствия бизнес может рухнуть работники останутся без работы во многих домах возрастет напряжение распадутся какие-то семьи на почве постоянных ссор может быть ребенок устав от домашних скандалов пойдет на улицу и окажется плохой компанией у некоторых из работников стресс приведет к проблемам со здоровьем кто-то может от этого и умереть сделка о покупке дома будет расторгнута и семья останется в криминогенном районе вместо того чтобы нанять маме помощницу человеку придется отдать ее в дом престарелых чего она очень не хотела и все эти проблемы хотя бы частично возникли из-за того что он мог помочь но не стал прослеживать цепочку событий капецкайм показывает на самом деле нет частной жизни любой человек реально важная общественная фигура все его действия освещают миры людей которых он даже не может себе представить но его награда на небе строго учтет каждую искру этого света на этом наш сегодняшний урок заканчивается всем Брахап Парнасакова намазал то что мы до час не грешили изучали Тору всем всего самого наилучшего до встречи в четверг блин этот час дня спасибо пожалуйста спасибо пожалуйста спасибо большое до четверга всего доброго всего хорошего